Всем привет! Вы на канале Инвестфьюч и это дайджест финансовых новостей. Подводим итоги среды. Ну что ж, друзья, президентские выборы в США близятся к своему завершению, хотя окончательные итоги пока неизвестны. Лидерство удерживает Джо Байден, кандидат от Демократической партии, хотя Трамп всячески намекает на то, что он с этими результатами выборов не согласится. Уже заявляет о подтасовках, требует остановить подсчет голосов и так далее. И несмотря на то, что пока неопределенность достаточно высока, именно относительно того, какие меры будет предпринимать Трамп в случае проигрыша и насколько эти меры будут успешными, пока совершенно непонятно, будет ли все-таки некий провисший период у США. Но так или иначе рынкам нравится то, что происходит и кажется не то, чтобы они особенно приветствуют Байдена, потому что к нему много вопросов, в частности относительно повышения корпоративных налогов и так далее. Но рынкам просто нравится, что выборы в США прошли, перед ними уже многие перенервничали и, ну, по крайней мере, какая-то картина на данный момент имеется. И довольно важный факт заключается в том, что несмотря на то, что демократы получают президентское кресло и сажают на него Байдена, так или иначе Сенат, похоже, остается за республиканцами. И это важный момент, в том числе для российского рубля. Почему? Потому что Байдену будет сложнее реализовывать свои санкционные инициативы. Они могут встретить сопротивление в Сенате. На этом фоне мы видим рост спроса на рисковые активы, растут фондовые индексы большинства стран, растет цена на нефть и растут валюты развивающихся рынков. Рубль тоже прекрасно себя чувствует, ну, вот даже несмотря на то, что все эксперты и гуру, простите, говорили, что победа Байдена – это приговор для рубля. Ну, вот пока мы не наблюдаем такой реакции. И нужно понимать, что еще и нефть дорожает, она вернулась к 40 долларам за баррель. В США вышла статистика по запасам, они снизились на 8 миллионов баррелей, хотя ожидалось небольшое, наоборот, нарастание, наращивание запасов. Пока ситуация выглядит неплохо для рубля, я думаю, что мы можем вполне даже и на 75 сходить в ближайшие недели, если не будет каких-то жестких новостей, связанных с пандемией, на мой взгляд. Хотя помним, что даже российские чиновники анонимно высказывались о том, что Трамп наш, а Байден может грозить России довольно серьезными проблемами, поэтому здесь нужно в любом случае действовать очень осторожно, ну и на долгий срок я все-таки предпочитаю существенную часть своих активов в российском рубле не держать, потому что впереди, я думаю, нас ждет еще немало испытаний. Несмотря на то, что Байден теоретически позитивен для ситуации с торговыми войнами, потому что от него ждут некоторого смягчения риторики, в том числе в отношении Китая, сегодня мы видим довольно заметное снижение акций Alibaba, была просадка на 5%, что происходит с китайским гигантом онлайн-торговли. Вышел отчет за третий квартал, и компания несколько напугала инвесторов замедлением темпа роста выручки. Продажи онлайн-гиганта увеличились только лишь на 30%, всего лишь на 30%, ну и акции на этом фоне оказались под давлением. Это самый медленный рост за всю историю компании, и это говорит о том, что, конечно, пандемия оказывает влияние даже на таких гигантов, и восстановление после нее будет продолжительным. Конечно, мы видели летний скачок потребительской активности, но уже осенью ситуация с точки зрения потребительского поведения начинает меняться. Люди понимают, что эта история может остаться с нами надолго, не хотят тратить слишком много денег, ну а у многих, в общем-то, и запасы-то уже иссякают. И несмотря на то, что в целом там рост выручки на 30%, это вполне себе прогнозируемая была штука, но так или иначе этот факт все-таки смутил инвесторов, и кажется, это стало таким важным добавочным фактором к недавним новостям о том, что китайские регуляторы заморозили IPO финтех дочки Алибабы, Ant Group. IPO планировалось очень масштабное, на 35 миллиардов долларов, оно могло стать одним из крупнейших размещений в мире. И на этом фоне, конечно, у Алибаба сейчас такой не очень хороший новостной фон, но на самом деле мне все-таки хотелось бы напомнить, что Алибаба – это одна из сильнейших компаний в мире, и вот как раз в сегодняшнем выпуске «Инвест-шоу» мы обсуждали перспективные и недорогие акции китайских компаний, и Алибаба тоже вошла в список. Если не смотрели «Инвест-шоу», посмотрите, я оставлю ссылочку в первом закрепленном комментарии. Ну а сейчас просто коротко напомню, что так или иначе у компании фантастические темпы роста выручки, прибыли, у компании очень высокая рентабельность, у компании отрицательный чистый долг и огромные перспективы для развития. Мне китайский гигант симпатичен, и я думаю, что текущие просадки в целом могут рассматриваться как интересные точки для покупки или докупки. Ну и еще про одно крупное IPO хотелось бы поговорить. Это планируемое в декабре первичное размещение акций Airbnb. Компания предоставляет онлайн-сервис по поиску и сдаче в краткосрочную аренду жилья по всему миру, и уже на следующую неделю регистрация для IPO будет открыта для широкой публики. На рынке Нью-Йорка компания будет дебютировать в декабре этого года. Почему сейчас? Почему Airbnb не боится? По всей видимости, компания понимает, что сейчас находится в более выигрышном положении, чем, скажем, тот же отельный бизнес, потому что в период пандемии люди предпочитают снимать жилье в частном секторе, снимать загородную недвижимость, в том числе, на которую Airbnb сейчас делает довольно большой фокус, а не останавливаться в отелях. И вот в июле компания сообщила, что впервые с 3 марта ее клиенты забронировали за один день более 1 миллиона ночей. Диапазон цен на IPO будет установлен в декабре, роудшоу начнется тогда же. Компания планирует привлечь около 3 миллиардов долларов, и в результате IPO общая оценка компании может составить более 30 миллиардов долларов. Airbnb могла бы разместиться и раньше, но случилась пандемия, поэтому за этот период она привлекала венчурное финансирование от таких компаний, как Sixth Street Partners и Silver Lake Resources. Ну, так или иначе, Airbnb ориентируется на акции букинга, которые отскочили с момента пандемии более чем на 50% с момента начала пандемии. Непонятно, насколько успешным будет это IPO, непонятно, какой будет аллокация, но так или иначе для рынков это, конечно, событие очень ожидаемое и яркое, будем за ним наблюдать. Кстати, про недвижимость теперь уже российскую. Вот интересная появилась статистика о том, что россияне утроили вложение в недвижимость с инвестиционными целями на фоне девальвации рубля. С начала 2020 года количество инвестиционных сделок в жильем по всей России увеличилось почти в три раза. И в целом, конечно, в периоды нестабильности россияне довольно традиционно обращаются именно к недвижимости, чтобы сохранить сбережения. Кроме того, есть люди, которые сумели заработать на повышении курса валюты, перевести в рубли по благоприятному для них курсы. И люди дальше на эти деньги просто покупают недвижимость, чтобы потом ее, скажем, более выгодно перепродать. И также нужно понимать, что растут онлайн-сервисы и возможности, допустим, для жителей региона, регионов дистанционно покупать недвижимость в Москве, в Питере, в Краснодарском крае и так далее. Как говорят в агентстве недвижимости «Азбука жилья» с начала 2020 года, в Москве средняя стоимость квадратного метра жилья выросла почти на 8%. Но еще более высокими темпами растут цены на вторичное жилье почти 12,5% с начала года. Это по Москве. Эксперты говорят, что собственники квартир по понятным причинам пытаются компенсировать ослабление рубля повышением цен. И это такая довольно традиционная история. При валютных колебаниях в 2015 году тоже такое наблюдалось. Прогнозируется, что рост цен на жилье в России в ближайшие месяцы продолжится. И, допустим, в компании «Этажи» прогнозируют, что рост средней стоимости новостроек по итогам 2020 года, я так понимаю, что по всей России, можете оставить порядка 15%. Конечно, наибольший рост происходит в сегменте студий и однокомнатных квартир, потому что они наиболее востребованы среди частных инвесторов. У меня к вам вопрос. Покупаете ли вы недвижимость с инвестиционными целями? Покупали ли в 2020 году? Ну и, собственно, стали бы вы покупать, если бы у вас были свободные деньги, если сейчас такими не располагаете? Или все-таки вложились бы в фондовый рынок, потому что думаете, что это проще и эффективнее? Пишите в комментариях. Сегодня было много от вас комментариев по поводу багов в приложении Тинькофф Инвестиции. Кто-то писал мне, ну что, Тинькофф наконец соскамился. Ну, смотрите, в брокере отвечают, что в ночь на 5 ноября проводились плановые работы по увеличению серверных мощностей. И в 10.30 утра один из серверных узлов основных сработал некорректно. В итоге у нескольких сотен активных клиентов в приложении стали отображаться некорректные данные по их портфелям и истории сделок. Подтверждаю, потому что я вот как раз сегодня для инвест-шоу покупала акции одной китайской компании. Не буду рассказывать, какой. Посмотрите видео. И потом я очень удивилась, когда посмотрела историю событий и увидела, что у меня куплено акции на 0 долларов, хотя я покупала примерно на сотню. Но так или иначе ситуация была исправлена. Сейчас все отображается корректно, так что не вижу поводов переживать. Хотя в целом, конечно, не очень приятно, соглашусь, вот с точки зрения пользователя, когда такие баги происходят. Пишите в комментариях, как вы считаете, какие брокеры больше всего грешат вот такими частными багами и подвисаниями. Ну, почему-то мне кажется, что в лидерах опять окажется большой зеленый банк. Ну и напоследок финансовые мошенники изобретают все новые способы развести нас с вами на деньги. Вот буквально недавно у меня выходило видео о разводе от службы безопасности Сбербанка. На самом деле это не представители Сбербанка, а просто самые обыкновенные мошенники, которые звонят с неофициального номера и вытаскивают из вас данные карты, пароли, CVC-коды и так далее. А вот из Вести сегодня написали о новом методе, и мне кажется, важно вам о нем рассказать. Звонят также от службы безопасности банка и просят установить на смартфон специальное приложение, которое надежно защитит средства. Ну и после этого, как вы прекрасно понимаете, со счетов клиентов пропадают деньги. Ну, скорее всего, это какая-то программа, которая там перехватывает пароли, дает возможность удаленно управлять телефоном вашим и так далее. И мошенники получают полный доступ ко всем функциям, могут запускать приложение, видят смс-ки, видят пуш-сообщения, и дальше мошенник просто уже получает сам доступ к системе банка клиент, ничего от вас не требуя, ничего у вас не спрашивая, и просто меняет пароль. Кроме того, конечно, вот по-прежнему остается очень популярным методика, когда жертву просто убеждают перевести свои сбережения через там всякие методики социального инжиниринга. И Центробанк поделился статистикой. За первые шесть месяцев 2020 активность таких телефонных мошенников выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А значит, кто-то на это по-прежнему ведется. Всего регулятор зафиксировал 360 тысяч несанкционированных операций со средствами граждан на 4 миллиарда рублей. Вернули клиентам меньше 500 миллионов похищенных денег. Почему? Потому что если вы сами сообщили мошенникам какую-то информацию, то ЦБ считает, что это ваша вина, потому что вы с банком заключаете договор, оферту, согласно которой вы не имеете права передавать конфиденциальную информацию о банковской карте третьим лицам. И в этом смысле никого не волнует, что вы сделали это не по доброй воле, а просто повелись на мошеннические манипуляции. Так что, пожалуйста, будьте предельно осторожны, предупреждайте своих близких о том, что все новые и новые методы кражи с банковских карт появляются и будут появляться. Поэтому нам нужно просто понимать общую логику, по которой действуют мошенники, и никогда о ней не забывать, потому что даже люди, которые знают про все эти разводы, когда им звонят, очень часто забываются, потому что на них давят, их торопят и сообщают ненужную информацию о себе. Будьте бдительны. Ну что ж, друзья, на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что было интересно и полезно. Лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа. Подписывайтесь на Инвестфьючер в Телеграм. У нас есть два канала. Это основной канал Инвестфьючер про финансовую грамотность, основы инвестирования и специализированный канал Ивстокс, на котором мы обсуждаем ситуацию на фондовом рынке и разбираем конкретные акции. Ссылочки есть в описании к видео. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашим Телеграм-каналам. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Кира Юхтенко, команда проекта Инвестфьючер. До новых встреч на нашем канале в наших следующих роликах. Всем пока.